Редакция игр Mail.ru совместно со студией FXA представляет вторую часть обзора главных игровых событий 2011 года. Онлайн-развлечения завоёвывают сердца всё большего количества игроков. Тем не менее, рынок PC и консолей не умер и не превратился в гетто для пары тысяч хардкорщиков. В офлайне по-прежнему разгораются поистине театральные драмы. Какие? Это мы сейчас и вспомним. Поклонникам «Виртуальных войн» 2011 год запомнится гонкой между сериалами Call of Duty Modern Warfare и Battlefield. Компания Electronic Arts изо всех сил оспаривала первенство Call of Duty в жанре военных шутеров. Battlefield 3 вышла на две недели раньше конкурентки, превзошла её технологически благодаря новому движку и продалась хорошим тиражом. Однако большинство игроков всё-таки отдало предпочтение Modern Warfare 3 из-за её зрелищной кампании. Социальная сеть Call of Duty Elite закрепила успех игры, а фирма Activision заработала больше миллиарда долларов. Интересно будет посмотреть матч-реванш этих титанов в следующем году. Если вы не понаслышке знакомы с консолями, то наверняка знаете о серии научно-фантастических шутеров Halo. Трудно поверить, но одетый в зелёную броню герой по имени Джон-117, также известный как Мастер Чиф, дебютировал на экранах целых 10 лет назад. Чтобы отметить юбилей спартанца, был выпущен ремейк первой Halo. Также в ходе выставки Е3 игроков ждал сюрприз. На пресс-конференции Microsoft анонсировали новую трилогию Halo. Первая её часть должна оказаться на полках магазинов к концу 2012 года. Кто знает, вдруг суперсолдат покажет в ней своё лицо. Далеко не все сериалы развивались со скоростью кометы. В этом году вышла заключительная часть Gears of War о противостоянии жителей планеты Сера и жутких подземных существ. Мы больше не увидим Маркуса Феникса в качестве главного героя этого шутера. Epic Games анонсировала новую игру — Fortnite, в которой не нашлось места ни ему, ни автоматам с подствольными бензопилами. Видимо, о Gears of War пока можно забыть, если только издатель не передаст сериал другим разработчикам. Развязка другой истории заставила нас попрощаться с одним харизматичным итальянцем. Речь, конечно же, не про усатого водопроводчика Марио, а про бородатого ассасина Эцу Аудиторе де Ференце. Разменяв шестой десяток, он завершил карьеру борца с тамплиерами в экшене Assassin's Creed «Откровение». Подозреваем, что только следующим летом на выставке Е3 мы узнаем, где и когда развернутся события новой главы саги. Возможно, потомок древних убийц Дезмонд Майлз перестанет копаться в дебрях генетической памяти и возьмется за дело сам. Еще одним замечательным продолжением обзавелся сериал Uncharted. В нем кладоискатель Нейтан Дрейк неутомимо лазает по карнизам и копается в старых картах. Опробовать Uncharted 3 иллюзии Дрейка пригласили Харрисона Форда, который снялся в роли знаменитого археолога Индианы Джонса. Актер так убедительно открывал рот при виде акробатических трюков Нейтана, что мы поверили, игра его впечатлила. Непонятно только, какая судьба ждет Uncharted в ближайшее время. Ведь студия Naughty Dog анонсировала новый эксклюзив для PS3 — The Last of Us расскажет о выживании в мире после зомби-апокалипсиса. Разработчики обычно поддерживали одну игровую серию на каждом поколении консолей, поэтому ничего, кроме Uncharted, от них до появления следующей PlayStation не ждали. Наконец, одним из самых эффектных проектов года стала новая часть фэнтезийной эпопеи The Elder Scrolls. Мир Скайрим встречает вас холодным ветром и злобными драконами. Квестов и персонажей здесь столько, что бродить по просторам заснеженной страны можно сутками. За это игру окрестили разрушительницей семей. Дескать, никакая любовь не спасет отношения, если один из супругов прилип к экрану и ночи напролет прокачивает героя. Выход есть — сидеть вдвоем и играть по очереди. В 2011 году в игровой индустрии произошла целая серия взрывов из прошлого. За самый большой несут ответственность сотрудники Gearbox Software. Они прочли заклинание воскрешения над проектом Duke Nukem Forever и не только реанимировали его, но и под фанфары выпустили в продажу. Мы лишились повода смеяться над бесконечной разработкой игры, зато теперь можем шутить над ее качеством. Получилась-то она так себе. Многие читатели с этой точки зрения не согласны. Давайте на чистоту. Duke Nukem — наше все, кто бы спорил. Однако за последние 10 лет развелось немало брутальных героев, которые умеют пошло шутить. От Forever ждали зрелищного, мочилого, оставляющего массу впечатлений, а вышел скучноватый боевичок с хромым дизайном. I'm not gonna fight you, I'm gonna kick your ass. Hail to the king, baby! Хотите еще доказательств, что длинные периоды разработки не идут играм на пользу? Тогда вспомним долгострой Rage. Сотрудники компании EAT Software создали шутер с интересными врагами и интересным оружием. Жаль только с датой выхода ошибочка вышла. Появись Rage тремя годами раньше, мы бы поставили ей больше, чем 8,5 баллов. По сегодняшним меркам ее так называемые нововведения, вроде поездок на багги и ролевых элементов, впечатления не производят. Ну, зато мутантов расстреливать весело. Команда Джона Кармака знает толк в шутерах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После восьмилетнего перерыва из небытия вернулась серия киберпанковских ролевых игр Deus Ex. В Human Revolution игроки глазами Адама Дженсона увидели, как человечество совершило первые шаги в освоении киберимплантов и несколько раз больно споткнулось. Впечатление от игры портил чудаковатый искусственный интеллект, а российская аудитория жаловалась на посредственную локализацию. Однако проработанная сюжетная линия и нелинейный игровой процесс позволили новый Deus Ex побывать на первых строчках в чартах продаж. Субтитры создавал DimaTorzok Гладос так и не проникся любовью к органическим формам жизни и не дал главной героине Челл отведать торта. Зато игроки побывали в кулуарах лаборатории Атерчур и услышали песенку пулеметных турелей. Будет что мурлыкать себе под нос в общественном транспорте. Продолжение Batman Arkham Asylum произвело на игроков такой же эффект, как если бы на них с неба спикировал сам темный рыцарь. В Arkham City реализованы полеты над мрачным городом, исследования комнат внутри зданий и присутствует целый батальон колоритных персонажей. Разработчики из студии Rocksteady выпустили практически идеальный боевик. Он получился настолько масштабным, что стал одним из главных кандидатов на звание лучшей игры года. Если дело не клеится, его перезапускают. Именно это случилось с файтингом Mortal Kombat. Обанкротившиеся студии Midway Games два года назад сделали фаталити и права на смертельную битву перешли к подразделению киностудии Warner Brothers. Причин для паники нет, ведь сериал от этого лишь выиграл. Новая Mortal Kombat вернулась к истокам жестокого турнира. Графика осталась трехмерной, но бои протекают в одной плоскости. Игрокам не нужно отвлекаться на маневры по аренам, поэтому темп схваток заметно вырос. Джекс, Китана, Джейд, Соб-Сиро, Скорпи, Сайракс, Смок, Шива, Моторо, Бра-А-А-А-А-А. Всё большим спросом пользуются игры с коротким, но ярким сюжетным режимом и шумным мультиплеером Человек на 20. Однако выходят и проекты для одиночного прохождения, перед штурмом которых мы настоятельно рекомендуем запастись едой этак на неделю. К таким относится продолжение саги по мотивам книг Анджея Сапковского «Ведьмак 2. Убийцы королей». Основатель студии-разработчика CD Projekt заявил, что игру купили больше миллиона человек, а нелегально скачали где-то 4,5 миллиона. Статистика весьма неточная, но позволяет сделать нехитрый вывод. Создавать игры про Геральта поляки умеют гораздо лучше, чем снимать про него фильмы. Неожиданный анонс сделала любимая публикой компания Rockstar Games. Вернее, анонсы этого ждали три года, но кто же предполагал, что разработчики нарушат обет молчания до следующей Е3? Теперь мы знаем наверняка, что в 2012-м выйдет новая часть знаменитого сериала Grand Theft Auto. Ее действие развернется в вымышленном городе Лос-Сантос, который многим знаком по GTA San Andreas. В центре повествования снова окажется герой, который не прочь с ветерком прокатиться по огромному виртуальному городу и пострелять в многочисленных врагов. Хотя производители утверждают, что PS3 и Xbox 360 еще не исчерпали свой потенциал, все давно ждут прихода нового поколения консолей. Первые голоса по поводу столь знаменательного события раздались уже в этом году. На прошедшей Е3 компания Nintendo представила наследницу Wii под названием Wii U. Устройство вызвало больше недоумений, чем восхищение. Судя по слухам, мощность Wii U сопоставима с Xbox 360, то есть это, мягко говоря, не новое поколение. Странно выглядит и огромный геймпад с сенсорным экраном, который не поддерживает мультитач-жесты. Плюс, если несколько раз прокричать «ВИЮ», получится звук пожарной сирены. Как говорится, забавно, но факт. В секторе карманных платформ новая эра уже наступила. Корпорация Sony еще поддерживает старушку PlayStation Portable, но отныне балом будет править ее преемница PlayStation Vita. Анонсированная летом консоль уже в декабре появилась на прилавках японских магазинов, а до нас доберется через пару месяцев. Интересно, насколько охотно ее будут покупать. Например, у ее конкурентки, Nintendo 3DS, дела идут отвратительно. Не помогает даже экран с поддержкой 3D-изображения без очков. 3DS продается, но ее популярность ничтожно мала в сравнении с оригинальной DS. Президент компании Nintendo, Сатору Ивата, с горя даже урезал себе зарплату в два раза. Видимо, это такая разновидность харакири в сфере крупного бизнеса. Одно из главных событий в игровой индустрии затронуло весь интернет. Мы знали, что просторы всемирной паутины небезопасны, но весь масштаб угрозы осознали лишь благодаря группе под названием «Анонимы». Эти товарищи атаковали многие сайты игровых компаний. Под удар попали Electronic Arts, Epic Games, BioWare, Microsoft и Nintendo. Больше всего досталось онлайн-сервису PlayStation Network. В апреле хакеры украли личные данные 77 миллионов пользователей и вынудили Sony на месяц закрыть доступ к PSN. Есть версия, что такова была реакция анонимов на судебный процесс корпорации против Джорджа Хотца, который не только взломал защиту консолей PSN, но и публично рассказал, как это можно сделать. Sony долго извинялась перед пользователями на E3, а еще сообщила, что ее убытки составили 171 миллион долларов. На такие деньги, между прочим, можно нанять известного режиссера, вроде Дэвида Финчера, чтобы тот снял поучительное кино о том, как вредно злить хакеров. Давайте же пожелаем всем медиагигантам в новом году осмотрительности и поменьше врагов среди людей, которые знают больше одного языка программирования. Редактор субтитров А.Семкин